Всем здрасте. В общем, прежде чем покушать, я решила обозреть свой очередной пакет. Ездила сегодня в высшую лигу, над которой я одно время работала. Ну и, в общем, как-то так. И решила еще вот что. Ездила еще, хотела купить себе вышку PS Drop 2, но такого именно не было. Была только долбаная Sven, которая у меня, вот вчера буквально эта долбаная Sven, год с хвостиком прожила, чуть больше, год, можно сказать, и месяц, наверное, или год и два месяца прожила. 14 месяцев, короче, это дерьмо у меня прожило. Не покупайте мышки Sven, вообще не советую, это адовое нечто. У меня впервые в жизни колесико сдохло, оно прокручивается. Но эффекта от этого прокручивания вообще никакого. Я только к вечеру поняла, в чем там проблема. Ну, как сказать, к вечеру, в 7 часов я решила полежать с мигренью. Кот на меня прыгнула, и до 2 ночи я продрыхла. Ну, короче говоря, в общем, ездила я. Нашла еще мышку от Дениса, USB-шную. Батарейки там стабильно сдохли, купила вот батарейки. Батарейки нынче стоят 130 рублей за 2 штучки мизинчиковые, я не знаю. Может, они мне самые дорогие в этом DNS, если они или как вон там подсунули. Может, действительно батарейки так стоят, без понятия совершенно. Еще у меня практически накрылся, ну, как накрылся, она, кнопочка перестала переключаться. Меня это раздражает ночью, вот так вроде как спишь. И тут еще красная такая кнопочка внизу горит, и вроде как внешке надо отдохнуть. И вайфайчику тоже, ну, можете там говорить, если вы считаете по-другому, что не надо отдыхать. Но я считаю иначе. Короче говоря, вот у меня был на 6, но так как у меня в основе занято только 4, и я решила оптимальный вариант взять на 5. И, в общем, вот эта штука у меня 490 рублей. У меня она обошлась. Меня, конечно, этот мальчик заговорил. Я подозреваю, что 3 метра мне этого провода совершенно много. Надо было смерить перед этим. Ну, то думаю, ладно, фиг знает. Может, в следующей квартире там розетка будет. Вообще, в жопе мира хочется сказать. В общем, вот такая вот штука. Я ее еще не открывала, не доставала. Ну, и еще у меня был пакетик из высшей линии. Мышек, конечно, там не было. Были там только свеновские. С тем хвостиком, который мне надо. Ну, а так как я завтра внезапно работаю, то придется мне в четверг уже искать. Возможно, в магазине поближе. В общем, вот такой огромный пакет. Он у меня на 1047 таре вышел. И ездила туда исключительно из-за салфеток глянуть арахисовую пасту и глянуть, есть ли у них там тилапия, тилапия и как там ее на нее подсела вдруг. И сколько она примерно стоит. Стоит она там примерно 182 с чем-то за филетушки килограмм. Но саму тилапию я не нашла. С другой стороны, я так закупилась, что мне, в принципе, и пофиг. И тот момент, если в магазине есть там опальная выпечка, а вы немножко хотите есть, вы наберете столько всего. Причем, едя домой, ехая, еду я, короче, направляясь домой на маршрутке или автобусе на маршрутке, вдруг глянув в чек, понимая, что что-то вообще купил того, чего уже не помнишь, что купил. Короче, салфетки, они уже не по 13, нифига, они 17 с копейками. Я купила себе парочку. Чисто-то я из-за того и хотела их, что обычно салфетки, ну, рублей 20 стоят, а тут 13, ну, как бы что переплачивать. Ну, они, в общем, подорожали, мягко говоря. Не, я это не нищий в рот или еще что-то. Не, конечно, это ваше мнение, как хотите, так и думайте. Но просто вот я думала, что не такие прикольные, что бы их по дешевке не купить. В результате я только для упаковки взяла себе. Салфетки, бериндеевка. Высшая лига, я не знаю, это сеть, наверное, какая-то. Может, где-нибудь еще она есть. Короче говоря, взяла я себе, уже себе, в тот раз я покупала специально для тети пектин, а в этот раз я взяла себе айдиго, пектин, натуральный растительный загуститель. Нет, я теперь не буду делать суперэкспериментов, которые есть нельзя даже мне, даже эксперимента ради. Я хочу кое-что сделать, уже потом, возможно, не знаю, может быть, запишу, может быть, зафоткаю. В общем, вот так. Сбор я вчера так и не сварганила, ибо вырубилась в 7 вечера. Перевод, конечно, я осилила только 4 страницы, поэтому сегодня мне в хостыгриву придется остальные 31 добить, ибо завтра мне никак. Ну, конечно, может и как, но хрен знает, приду я, ну, уставшая буду. А приду я, скорее всего, где-нибудь половине седьмого. Так, и еще я купила себе кари индийский на 6 кг блюд. Тут, оказывается, я без соли, я что-то не глянула, шоу на 6 кг. 30 грамм тут. Я когда-то покупала, может, года 2, может, 3 назад себе эту, сейчас зевну, эту самую кари, и мне что-то так перло, перло, я варила рисик, фигачила туда немножко кари, и лопала без всего. Мне так нравилось. В общем, короче, я решила ее еще раз купить, эту кари. Что-то они вместе с петтином по 37 кг стоили. А вот дальше та-та, то, что есть на зоне. И то, что я как бы хотела, но меня душила жаба, либо там меня отвергала не совсем именно такой состав. Я все-таки купила аж 3 банки. Ну, конечно, там не было этого урбеча, урбеча или как он там, но там было все-таки ближе, без пальмового масла, скажем так. Я когда-то в Дикси покупала что-то такое, там было соевое масло, льняное масло, не помню, как фирма называлась, но вполне себе такая съедобная была. В общем, первая у нас, все 3 есть на зоне. Это у нас арахисовая паста с кусочками арахиса висента. Тут такой типа черно-белый негритенок нарисован, но я думаю, что-то, наверное, негритенок, у него такие кучерявые волосы. Состав у нас тертый жареный арахис, кусочки жареного арахиса, соль, поваренная пищевая, сахар, растительное масло, скобочка соевая и эмульгатор Е471. Надеюсь, он мне не вызовет в сутку. Вот как раз одну из них я завтра с собой возьму на работу вместе с булочкой, вместо бутербродов, потому что я как-то не представляю сейчас, что мне на завтра такое готовить. Потом вторая, уже красненькая, тоже висента, арахисовая паста мягкая, тертый жареный арахис, сахар, соль, поваренная пищевая, растительное масло, соевая и все тот же эмульгатор. В чем там разница вообще не пила. Обе они живут 2 года. Там еще одна есть. Но у меня достался семя белая льна. 10 рублей 77 копеек. Раньше я покупала семя льна в этом самом в Атрусе, но Атрус приказал долгожить, в смысле сам магазин закрылся. 100 с чем-то грамм, 126 грамма кацца. Просто на всякий случай прозапас, потому что я люблю льняные кашки делать или просто с водичкой, лен варить, или с молочком, или добавлять эти зерна льна в овсяную кашку или еще куда-нибудь. Так, у меня тут курагат высший сорт так джигская. Что-то тут 142 грамма. Ну, что-то иногда надо курагу есть. Вообще надо что-то иногда есть. Мне просто тут я сказала, что купи себе, витаминов и лопай витамины. У меня стоят какие-то витамины, я раз полгода про них вспоминаю. Но их же надо очень много есть, чтобы они там, это, как говорила моя одна подружка Ксюшка, в принципе, она-то все еще Ксюшка, все еще подружка. Накопительные, как у них там, свойства у них накопительные, как-то так. Ну, в общем, надо долго-долго лопать витамины, чтобы потом вдруг внезапно еще купить эффект. Купил я себе, буквально вчера у кого-то на странице видела, вообще лакла, не помню, как я на эту страницу попала, рецепт лукума, может, сегодня даже видела. Ну, что-то так подумала когда-нибудь сделать, куда-нибудь сохранить и так это и забыла. А тут увидела рахат лукум, рулет. Вообще, такой подобный продавался и как-то я покупала в Атуксе. В том самом магазине, который приказал долго жить. В общем, тут у нас 320 грамм, 54 с копейками. 169,90 походу сделала. Вот он стоит. Тут фиолетовая, зеленая, но и тут более-менее меняем такой состав. Сахар, песок, крахмал, кукурузный, вода фильтрованная, лимонная кислота и пищевые красители ароматизаторами. Все честно. Так. Тут у меня плюшечка и пирожок со сгущенкой. Это вот как раз они там сами пекут. Ну, я что-то увидела и решила, что хочу. Причем, она сейчас вообще такая дешевая. Пирожок, по-моему, 12 рублей и плюшечка 8. Прямо мне кажется, в школе в столовой так столько не стоит. не куравье. Давно не покупала, тут что-то приспичила. Булочка там вот при мне только-только выложили. Сейчас она уже, конечно, не тепленькая, не холодненькая. С чесночком вроде как меняемый такой этот. Чесночная лепешка, мяко-никрань, не меняемый такой состав. 300 грамм тут по ходу дела. Ну и как, у меня, в принципе, там есть это хлеб-то в прошлом видео был, но не белая. А эта, что-то она так пахла, она так мне говорила, Лёля, я с чесночком, купи меня и с лопой с супом рыбным. Так, ну вот еще одна как раз вот эта паста, это уже другая фирма, в лучших американских традициях. Сделана она в Китае, о чем на Азобине кто-то написал камент и написал, что только надо быть совсем плохим, чтобы покупать эту пасту, сделанную в Китае. А по мне это как бы и пофиг. Жареный арахис, сахар, менее 2% растительных масел, скобочка, храпсовая, хлопковая, соевая, соль. Не содержит гамело. 24 месяца живет. Вот такая вот. Сегодня каждую из них или какую-нибудь из них точно попробую. Так. Если интересно, скажу свое мнение. Грецкий орех. Что-то он тут трижды, четырежды переклеенный. Четыре раза переклеенный грецкий орех. То бишь они еще, как бы моя бабушка сказала, которая работала в свое время продавцовым поваром, они взяли еще из-за вес вот этих наклеек стопудово. В общем, по последней наклейке он мне обошелся 68 рублей 71 копейка и тут 86 грамм. Потом, может, если вскрою, увижу, сколько там изначально было этих грамм. Вообще, какого оно? Так, якобы оно вчерашнего дня пособки. Но он как-то так вот выглядит, будто бы он месяц уже валялся. Ну, грецкий орех, но немножко, очищенный. Я вообще его ретем, но он как бы полезен, да? Миндаль, оказывается, я все-таки купила. Я думала, что я на него только посмотрела. Наверное, все-таки купила. 142 грамма, тут 99 с копейками. Но миндаль тоже надо иногда лопать. Я одно время покупала молочную шоколадку, не помню название фирмы, там 200 грамм шоколада, и вот он был или с фундуком, или с миндалем. Иногда покупала чисто, чтобы миндаль обожрать. Вот тут нашла внезапно у них по-моему, тоже переклеенные два раза. Они 4, всего же два раза. Сушеная вишня от 31 октября, 124 грамма. Очень люблю сушеную вишню. Это на заметку если вдруг решите, что-нибудь такое приятное я сделал. Так, он шоколадку еще купила. Она типа по скидке была, не знаю, может она реально так и стоит. Берендеевка, 1973 года рождения, шоколад молочный, по составу она вменяемая была и тут 100 грамм. И сроком она до 25 мая. Причем 19 года. Сделано 25 ноября этого года. Что-то она долгий какой-нибудь срок. А вот эта ирка меня видимо наманила она мне в свое время. Ну, в том видео в каком-то промышке немножко где есть. Были пироженки так сказать частично безешные и вот я тут купила себе безешка. Я так понимаю, что они там же делают, это вот как раз вот в этом самом в этой высшей лиге. Безешка маленькая. Не, я бы сама сделала, но у меня та духовка, в которой люди обычно пекут, меня, можете смеяться, мне стремно ее зажигать до сих пор. в микроволновке походу дела это не делали. И еще вот такая вот что это? А, это я уже показала. Еще вот такая штука, короче, я ее как-то покупала на работе, на обед, но я думала, что их разогревают, взяла две, но оказалось, что не разогревают и ела ее в результате холодной. Но тут-то я ее слегка подогрею. Это у нас что-то типа, ну, в лаваше вот эта фигня, которая называлась, а вот она тут. Она называлась вообще типа шаурма, но почему-то вот здесь она называется энчилада с курицей и фасолью. Ух ты, с фасолью. Я с фасолью у них не брала. Ну, в общем, масло растительное, неизвестно, кто его растил, фигнем. Короче, 190 грамм такая маленькая фигня, ее сейчас в микроволновке разогрели, захомякать. Наверное, супер. В общем, такой у меня обзор был в основном еды. Всем спасибо за просмотр. И да, я там, то, что планировала вчера записать и хотела сегодня, уже сегодня не запишу, скорее всего, четверг, потому что мне сегодня надо будет перевод переводить. И пока!